Доброго времени суток, дорогие друзья! Посмотрим на последние тенденции на криптовалютном рынке и проанализируем дальнейшее движение. За последние сутки, как мы видим, сильно курс не изменился. Давайте посмотрим, что было у нас по новостям. Криптовалютный рынок открываем в нашем личном кабинете на сайте HighSystem и мы можем видеть небольшая тенденция к оптимизму. В чем она проявляется? Проявляется в том, что просто уходит негатив. Криптовалютные налоги, а также то, что не разрешили в ближайшее время биткоин, не спровоцировало какого-то падения, как мы видим, и этот фактор уже уходит в небытие. Также те все махинации, которые связаны с ICO, также уходят на второй план. И что остается на текущий момент? Вот мы такую видим картину. Глобально мы смотрим все равно на низ. Если посмотреть, вот наш взгляд достаточно простой. В общем-то мы остаемся в коротких позициях. С 16 мая, вот эта точка, мы все-таки придерживаемся политики, что нужно биткоину сходить вниз, но очень много, конечно, покупателей, которые не согласны с этим и держат курс наверху. Но мы все-таки ждем коррекции, потому что покупать с такого уровня сейчас нецелесообразно. Новостной фон, как мы видим, упал с середины мая на текущий момент достаточно сильно. И это говорит о том, что новости слабеют и не нужно спешить с покупкой. Но, как мы видим, последний день немножко выровнялась ситуация. И это говорит о том, что сейчас биткоин снова набирает силу. Но пока этого недостаточно. Теперь давайте взглянем более детально на наши новости. Что мы на текущий момент видим? Мы видим, что... Вот, кстати, вы тут можете видеть более открывающиеся новости. Сейчас мы видим, что крупнейшая компания, которая одна из лидеров по объему криптовалютных платежей. На текущий момент мы видим, что циркуль сокращает свой персонал до 10%. На 10% это связано с некоторыми регуляционными оптимизациями в регулировании. Поэтому, в общем-то, этот фактор падающий. Что касается вообще технологии блокчейн, то мы видим, что все новые и новые компании присоединяются к разработке каких-либо продуктов на блокчейне. И это позитивно. В общем-то, больше никаких серьезных новостей мы не видим. Поэтому ожидаем небольшой коррекции на криптовалютном рынке. Или как минимум, чтобы рынок успокоился после вот такого бурного движения, которое происходило, вот если мы возьмем, за последние 6 месяцев. Вот первая наша такая активная покупка была больше 100% за короткий срок. Более 1000% годовых. Но сейчас нужно немножко остановиться и скорректироваться. На текущий момент это все. Хорошего дня. Удачных инвестиций.